Смотрите далее в программе. Бенефис лицемерия или шоу для бабушек? Позор гражданской авиации устроили из института бордель. Как танцы курсантов Россию взорвали? Из этих людей никогда в будущем не будет никакой пользы. Это антизомби. Территория без пропаганды. Не так давно случилось несколько очень показательных историй, о которых мы бы хотели поговорить. Вот, например, в одной из школ Перми произошла страшная резня. По последним данным, 15 человек получили ножевые ранения. Двое школьников порезали учеников и учителей. Двое подростков прямо во время урока напали на детей с ножами. Мотив просто за гранью добра и зла. Пацаны, ёпт, прославиться хотели? Вдохновляясь массовым убийством учеников американской школы Колумбаем в США в апреле 99-го года Лев и Александр спланировали подобное нападение. Проходит всего ничего, и подобный кошмар случается уже в Бурятии. В Луну-Де девятиклассник попытался зарубить топором пятерых детей и учительницу. Снова холодное оружие и снова реки детской крови. Что двигало старшеклассникам за Луну-Де пока непонятно, и от этого только страшнее то, что он сделал. На федеральных каналах о трагедии в Бурятии рассказывают немного. Средняя продолжительность сюжетов до двух минут, да и то не во всех выпусках. Он напал на учащихся седьмого класса, а затем устроил в учебном заведении пожар. Причиной нападения одноклассники Антона называют полученную им двойку по русскому языку. Никаких тебе ток-шоу, экспертов, больших студий, пафосных речей, да батюшек с крестами. Но всё меняется в один миг, когда в Ульяновске, в общаге местного лётного, студенты снимают абсолютно невинный клип. По всем законам жанра мы бы первые должны были кричать «Вон, смотрите, мол, лицо российской авиации, скрепы рвутся». Но нет, мы не будем этого делать по одной простой причине. Закатывать глаза в таком случае – это лицемерие. Все были студентами, все помнят, что это за время. А ещё помнят секретики, которые надёжно хранят общаги, что в России, что в Украине. Давай, 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 давай! Именно поэтому нас изрядно тошнило, когда мы глядели на истерики федеральных каналов по важнейшей для нации теме. Нет, не по резне в школах Перми и Бурятии. Понятно, что ни то, ни другое для нас было неприемлемо. И, конечно же, никто не собирал студии, чтобы обсудить, например, причины детской жестокости в России. Куда там? Для такого хватит минуты, по-первыхому и забыли. А вот танец пацанов в общаге вызвал грандиозное бомболэйму. Позор гражданской авиации устроили из института бордель. Пропадают стриптизёры. Плюс, может быть, порно-актеры, потому что там один с бананом там исполнял какие-то вещи. О боже божечки! Не зато воевали деды, чтобы студенты. Ужас, кошмар паника в трусах. Да-да, Горином в трусах танцевали. С жопы авиаторов стали более известны, чем их лица. На доску позора что-то повис. Сейчас даже понять, что доски позора нет. Но, по идее, они должны висеть там. Сказать, что вот этот человек воспитал того, кто вот с бананом скачет. Под такое дело и ток-шоу можно целое замутить. Ну а чё? Важнейший же для нации момент. У меня сразу стали волосы на загривке. Я сказал, так что такое? Почему курсанты? Почему курсанты в фуражке? Срочно свистать на борт Милонова, реженных ветеранов, батюшек, пущая при всех честных людях этим предателям Родины прям в рожу харкнуть. Не уверен, что общество захочет, чтобы вы управляли нашими самолетами. Может, вам лучше где-нибудь в Голландии летать на розовых вертолетах? Это позор всего рода. Вы обесчестили весь свой род. Вот по чесноку. Это, пожалуй, был один из самых мерзких парадов лицемерия, которые нам доводилось видеть. Конечно же, они приплели сюда дедов. А то же самое вы бы сделали на могилах у своих дедушек и бабушек, а у вечного огня. Это я говорю о том, что выросло поколение уже, которые готовы, извините, плевать в лицо своим же дедам. Конечно же, упражнялись в пафосном надувании соплей под фразочки из серии «Осквернили храм науки». Я вот даже бы сравнил это с Пусирайтом, который вот там, Голумилису храмом. А это храм науки и институт, который дает им путевку в жизнь. А поножовщина раз в две недели. И ежедневные поборы на АУЕ часом не оскверняют эти, блин, храмы. А? Смешные? Это вас не беспокоит? Лучше будем подростков за танец травить. Вы-то всей студии явно не капли в рот, но и далее по списку. Их нужно с этими швабрами заставить драйать это училище неделю. Нужно эти ролики выложить в интернет для следующих курсов. Это им не должно сойти с рук. Дальше начался просто огонь. Ведь по всем законам совкового жанра нужно было экстренно нагнать кибальчишей, чтобы показать не столько самим плохишам, как дедовоевательному электорату, какие верные и правильные сыны имеются у Отечества. Это вы достойные офицеры Родины? Это вам мы доверим наше мирное небо? Ну вот же, другое дело, кремлевские курсанты. Несите платочек, слезы текут ручьем. Ничего, еще есть офицеры России. Кому не безразлична судьба великой страны. Те, кто не поможет ее надежды и веры. Уже они-то явно нигде не зависают. В казармах классиков перечитывают. С девушками до свадьбы ни-ни. Разве что в кино и театр. А мужчина, кстати, хочу немного поедать. Давайте вспомним, каким он должен быть. Морально, ответственно, вроде без служения. Или должен на камеру ковым? Да и вообще, в армии такого нет. Это же не летчики-залетчики. Мы встанем горозить тебя, Родина-мать. Позорить тебя. Обещать. Ты помогла нам мужчинами стать. Он не прыгнет, Тоня. Это песня. Хотя... Ой! А это кто у нас? А я и мои коллеги все так же продолжаем вломать серии гипы о том, что в армии служить тяжело. Святые карасики, вали долу срочно! В трусах, да на танке! Сатисфакшн. Сатисфакшн. А вдруг деды на нем на Берлин ехали? Ну вы, товарищ командир, своим нижним бельем распугали всех немцев. Вранье, короче! Но не могут это русские кадеты быть! Нет уж, ребят, могут! Привет всем из Новороссийска! В Новороссийске кадеты станцевали тверк на легендарном танке Т-34. Подобного добра мы можем показывать часами. И главный посыл здесь простой. Не нужно лицемерие. Не нужно пафосных речей. Вот простой вопрос россиянам. Вам не кажется, что ульяновскими трусами вас отвлекают от действительно важных вещей? А они же собираются для того, чтобы клеймить, скрипеть зубами, топать ногами. Идет так, брошь, так. То есть это чистой воды час ненависти, неделя ненависти, год ненависти. Но бенефисом лицемерия и мерзости, как нам кажется, стало вот это видео. Какой ты после этого русский человек? Афицент или курсант, ты предатель. Это наше мнение. Народная армия Донбасса. Другого нет и быть не может. Позор вам! Позор! Конечно же, в славной Дырляндии, не признанной никем, даже Москвой, не упустили возможность рассказать, какие они правильные русские. Нас уничтожают каждый день на Донбассе только из-за того, что мы не приняли прозападный образ жизни. Ни в новой и пороге. Не то, что эти предатели из Ульяновска. Позор вам! Вы как старый бездомный обезьян опорочили светлые имена наших дедов с праздником. Оказывается, народ в Донецке как раз против пошлости буржуинской восстал. Нас уничтожают каждый день на Донбассе только из-за того, что мы не приняли прозападный образ жизни. И очень хочется спросить, не, не детей в кадре, а взрослых подонков, устроивших этот цирк. Так а что, смешные? Водка-пилотка вы больше не рифмуете? И секс-марафон отменяется, верно? Или может, носиком при поддержке главы республики нюхать ничего и не собирались? Идея оказалась хорошая. Я уверен, что мы будем продолжать это дальше делать. Или может, стриптизерши патриотические митинги не проводят? Понятно, что эта фея в разы круче тех пацанов. Ей-то в трусы рубчики кладут, а пацаны в общаге бесплатно танцевали. В общем, в эту степь их можно размазывать до посинения. Но главное здесь в другом. Ради пропаганды, ради промывания мозгов, ради того, чтобы бабушки у телевизора поохали под вот такое. Сложно представить реакцию особых впечатлительных пассажиров, когда в командире авиалайнера, летящего, скажем, 8 часов над океаном, они узнают того, кто не закрывал хвосты по учебе, а размахивал трусами в общежитии. Они просто взяли и сломали жизнь обычным российским подросткам. Ведь пацанов, судя по всему, таки отчислили. Ну, как я знаю, их отчислили. Уже, да. Попробуй теперь после такой огласки восстановиться или в другой вуз поступить. Ведь на всю же страну сказали позор нации, бездельники и лоботрясы. Это нанесено оскорблении чести русского аксессуского корпуса авиатором. Так что из этих людей никогда в будущем не будет никакой пользы. А если они в стрингах взлетят? Послушайте, представляете? Попробуйте отыскать здесь логику. Может, у вас получится. Мы не нашли. Как танец в общаге связан с профессиональными качествами. Вот если завтра муж той же Скобеевой в трюселях с друзьями спляшет, он что, не сможет потом свою чудо-программу вести? С применением, ну, каких-нибудь там плеток, что ли? Да, конечно, сможет. Но главное здесь в другом. В том, что пропаганда, рассчитанная на стариков, как на самый надежный электорат, ломает судьбы молодым. И это не только России касается. Просто посмотрите на лица тех, кто звал Раисю в Донецке. За редким исключением публика 60+. Что получилось в итоге? Русский мир пришел. Бабушки как были, так и остались. А вот дети и внуки разъехались. Кто в Киев, кто в Харьков, кто в Краснодар. Ну, а как иначе? Учился на учфине или экономе? Хотел работать в банке? Тю-тю! Все банки ушли. И выход, а он один. Бросать все и уезжать. Три года – это колоссальный срок. А тут все происходит, все вот это. И все эти возможности, о которых мы с вами говорим, они закрыты для человека, который находится на территории, контролируемой ублюдками. И таких примеров можно привести тысячи. Сломанные карьеры, разорванная семьи, полуголодная жизнь. Телевизор в России выстраивает нужное властям будущее руками людей из прошлого. И по большому счету нам это было бы все до печки, если бы их уропатриотическая истерия не принесла столько бед в нашу страну. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...